Козы Лёшкины побежали. Тут разные породы. Он любит породистых. Кошки особой породы, как рысины, собака особой породы. Вот такой человек. Видишь как. Это мы убрали разные деревья, которые свешились над дорогой, которые сделали. И сейчас мы её перекрыли. Работа идёт. И сегодня утром попросил Лёша обрезать столбы. Вот они с наклоном обрезаны, чтобы вода не задерживалась с торца. А Люба заболела, ногу повредила, сломала там. А гусей приводили. Вот они, гуси, сами идут на озеро. Внутри, которое в прошлом году мы сделали озеро здесь. Ну пруд. Там много ряски. Сами идут. Вот самая умная птица в хозяйстве. Одни идут. Видишь, что маленько подправят их и всё. Вот выкапываем землю и решили ещё дальше продолжить. Тачку попросили. Никита один тут возит. И долбит. Вот так. Потом удолбим, когда тут машины пустим. Походят они. Надо валиком, чтобы заваленная была поверхность дороги. И песок. Всё. Видишь как. Никита знает работу. Он сам делает. Подгонять не надо. Вот видишь я, чтобы вот эту сделать, три писата, чтобы на жерде была. Вот она висит-то. Надо треножник вот этот сделать. А гвоздей нет. Топоры послал Никиту. Бегом. Всё. Уже принёс. Вот. Теперь идут гуси. Они видят, что что-то не так. А это гонят они уток от своей стаи. Жили вместе, родились вместе в одном инкубаторе. Как только подрастают, гуси бьют уток. Бьют, гонят от себя. Хоть гусь свиней не товарищ. Ну и уткам не товарищи выходят. Они вот сейчас идут, смотрят, что будет. Смотри, какая осторожная птица. Пробовали через дорогу вот переходить, как переходят. Свинья, лошадь, коров. Подожди, Никита, не хлопай. Пусть пройдут. Давай. Самая осторожная птица – гусь. Меньше всего попадает. Видишь, задние отгоняют уток. Им тоже охота на озеро? Нет, отдельно идите без нас. Отдельно. Вот они утки. Это гуси. Вот они идут. Жалко только порубят осенью их. Теги, теги, теги. Да теги зовут. Теги их. Вот они теги какие. Осторожно пройти надо. Это опасный участок. Сами идут. Никто не гонит. Вот они прошли. Все. А и утки даже сзади. Сколько их там? Три штуки. А последние гонят их. Отойди отсюда. С нами, с гусями, знаются. Двое шеи. Двое за одной уткой. Вот они ее как гонят. Ой, все, все. Да долбят-то какую страсть. Смотри, что делают. Все-таки развернулись. Стань в строй. Не вылазь. Потерет батьки в пекло. Вот так. Ты что делаешь, гусь? Одинаково участь осенью будет. Тому и другому. А вот здесь хорохорятся. Я прокуратура или надзор. Вот тебе и надзор. Башку-то отрубят тебе, гуси. Все. Отогнали их от себя. Пошли все довольны. Все сделали как надо. По-гусиному. А люди-то чем лучше. Так же гогощут. Как гуси, говорит, пхают друг друга, Григорий Чудотворец, говорит, на епископов. О! Идут на озеро. Это надо дойти вон, 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 вон. Дьяконов гора. Там видно батюшкин дом. Крыша большая, вот вверху белая. А дальше там техника барабаша. И вот они сейчас пройдут туда. Одни. Вот там летают голуби белые. Мои голуби. Батюшка в другой раз. Леша побыл, что-то бежит. Опоздал на работу или еще. Исааки тут нанялись, видно. У нее они луголь привезли. Вот они вдвоем с братом пришли. Видишь как. Исааки. Вот, ну, где такие имена в школе? Исааки. Дальше у нас у Игоря Терентий. Младший Еремия. Еремия? Целый район не найдешь ни одного Еремия. А там, видишь, стал бы помазать, везет баночку. Отработка, наверное, да? Да. Пожалуйста. Сколько лет-то тебе крикни? Двенадцать. Еще сколько? Двенадцать. Двенадцать. Самостоятельные мужики. У Ерема уже... Ерема, это Еремия. Он уже в двенадцать-то лет тут на машине. Иосуи на тракторе садится везде. Вот это гусята, не гусята, а цыплята. А бык идет. Ой, 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 ой. Гусей напугал. Вот они. Ой, ой, ой. Ага, а этот еще гусь один отгоняет уток. Отгоняет все равно. Стоит, глядя, не пускает. Преграду поставил. Сам иди, гусь. Занимайся своим гусяным делом. Нет. Препоны ставят. Вот свой потребнодзор у гусей на уток. Не так едят, не такой клюв. Не там оправляются. То есть раздетесь, помрете. А то они с заботой и говорят. Ну а там какой-нибудь гусь прокурор, судья, человек, выносит приговор всем голову отрубить. Осень рядом. Вот они гуси вытянные пугают. Я не сам. Мы советовались. Это совещание. Дума провела такой закон уток гнать от себя. Тоже мне. Утки самые несчастные. Гонят, стреляют везде. Вот они торопятся. Жирные люди. Они как утки сбоку на бок переворачиваются. Идут, кланяются. Это далеко. Я так издалека снимаю. Ну, вот такая картина у нас. Непривлекательная в сравнении к человеку. Вот здесь вот сейчас. Видишь как. Переход. Пало. А там дальше переход. Тоже палочка. Висит жерсть большая. Ее надо найти было. Привезти. Ошкурить. Высушить. Городской ничего этого не знает. Асфальт. Крыша протекает. Дома управ. Здесь все сам. Вот так. И здесь могутный страшный тополь. Вот он растет. Это вот Роман приехал, малыш. Со своей машиной уехал за основным грузом. Это у нас Игорь к матери подошел. Говорит, вы обещали ей два столбушка. Это надо найти было. Спилить где-то дерево. Ошкурить. И я сказал, иди выбирай. Там куча лежит. Такая лагеря. Он тоже поехал с прицепа. Матери отвез на уголь. Готово дело. Вот так. Но смеется, сидит. Машет рукой. Добрый человек Игорь. Это Глушков. Добряк. Подошел сейчас. Рад, что там второй мостик-то загрузили. В обратном направлении ездили на урывку. Вокруг, а потом только на урывку. Наполовину путь сократился. А это мы все лагерные. Лагерные это все. Абсолютно бескорыстно работаем. Ни копейки, никому нигде нет. Единственный, кто оплачивается, я пенсия 6523 рубля за 35 лет трудового стажа. Так меня советская власть отблагодарила. Еще сейчас преследует. Вчера звонят одна за другой сестры, прокуратура вызывает. Стонут. Что там? Детей отнимут. Что они хотят, пока не знаю. Советовался с юристом. Говорит, не знаю. Может, надзор этот потребный давит или что-то. Или они обороняются, что на них говорили, что они подбивали на нас же свидетельство уголовное. Прокуратура защита. У людей понятие прокуратура – это плохо. Прокуратура – это что-то. Что-то отнимут. Обязательно отнимут. Гуси уходят, будут плавать. Вот такое мнение в народе сложилось. Его строили 72 года. И это все осталось. Точно так, как было. Вот у нас, видите, какие бетонные столбы поставили. Кабель идет. Приехали. Заботьтесь о нас, господин Чубайс. Вот, Леша, новцы подошли. Отец нас наживал, их постылая скотинка. Это рядом овечки. А это везде. Все, что может, какие растения, все слопает. Обгрызет все деревья, на сарай залезет. Отец гусей отогнал, идет домой. А Любины сами идут. Вот теперь я сделал треножники. Вот преграда. Вот она все. Видишь, как. Коза. Абсолютно все съедает. Он уже пролезла вниз. Уже на той стороне она. На пруду. Овечка никуда стоит внизу. Она ни на ноги сзади не встанет. Овца. Это козел. Козлы слева. Козлы это безбожники. Коммунисты, фашисты. Все, которые пакости делают. Вопреки совести. Совести. Они не знают, что такое совесть. Если не знают, я подскажу. Это тот участок души, через который слышен голос Божий. А какая это совесть? Преследует детей, людей. Людьми-то называться не могут. Вот вымя у ней. Доят ее. Коза. Я не знаю, какая порода. Вот пошли они туда, вниз. Там и на пицце есть, где все вверху. Внизу трава. Она деревья грызет. Ну, как в деревне просто. Сколько работы. Непрерывный. Наложил поволок. Знаешь, он как расторопный. А что бы он там делал? Звал его Дудин в монастырь. Семинарию. Глупости это все. Посредине там свали. Подальше. Вот здесь зеленая трава. Ага, вот здесь. Ну-ну-ну, в ямку. В самую ямку. Вся техника 21 века. Продолжение следует.